Всем привет! Давно не виделись, и сегодня у меня появился замечательный повод для того, чтобы выйти на связь. Я нахожусь в импровизированной студии у себя в Анталии. Сейчас вечер, довольно жарко, плюс 32 или 33 градуса примерно. Но самое главное то, что солнце уже село, и, соответственно, уже можно начать обрабатывать фотографии на айфоне. Дело в том, что если вы это будете делать при ярком солнце или при максимальной яркости айфона, независимо от того, какую именно вы программу используете, какое приложение вы используете, все равно, как правило, у вас будет получаться ерунда. Потому что изображение в таких случаях, когда оно обработано на ярком солнце или с максимальной яркостью, выглядит итогово, как правило, очень темно. То есть вы обрабатываете, вам все нравится, а потом вы выгружаете на компьютер, и там оно какое-то очень темное. Это классическая ситуация. Для моего 13-го айфона я вывел формулу, что оптимально обрабатывать фотографии, ну, естественно, в тени, как сейчас, например, и с яркостью экрана не более 50%. Ну, как правило, 40-50% то, что надо. Сегодня я вас немного подразню. Я покажу приложение Dehancer для айфона. У вас этого приложения пока нет, у меня оно уже есть. Это бета-версия, оно не до конца доделано, но я надеюсь, что уже в самом обозримом будущем, в течение, может быть, месяца или двух, я не могу обещать никаких сроков, я надеюсь на это, мы сможем загрузить приложение в App Store, и вы сможете получать такое же истинное удовольствие от обработки фотографий на айфоне, какое получаю я. Итак, сейчас я познакомлю вас с приложением Dehancer для айфона. Погнали! Первое, что я сделаю, это уберу глобальную яркость, хотя бы наполовинку. Вот теперь действительно я буду видеть картинку, которая будет близка к той, которую я вижу на калиброванном мониторе на своем маке. Итак, запускаем приложение Dehancer. Первое, что мы видим, это ошибка обновления профилей. Это происходит потому, что я сейчас выключил интернет на телефоне, чтобы мне не приходили сообщения, когда я записываю видео с экрана, и Dehancer не смог соединиться с сервером и скачать обновления профилей, если они есть. На самом деле обновлений нет, они у меня уже все выкачаны, все скачаны. Когда вы будете первый раз ставить Dehancer, он автоматически соединится с сервером и выкачает все профили, актуальные на данный момент. Как только будут появляться новые профили, Dehancer автоматически будет их скачивать и добавлять в библиотеку. Здесь есть кнопочка покупки, которая пока не работает, потому что это еще пока бета-версия. Есть кнопочка настроек, которая тоже пока не работает. Самая главная кнопка на главном экране – это Open Photo. Важный момент для понимания. Dehancer – это программа для обработки, это не камера. Мы раньше пытались сделать камеру, это было сделать довольно сложно, мы потратили много времени и не добились хороших результатов, поэтому мы отложили эту задачу на некоторое будущее. Надеюсь, когда-нибудь мы сможем сделать из Dehancer и камеру тоже, но пока что это просто программа для обработки фотографий. Итак, открываем фото. Конечно же, хотелось бы обработать что-то красивенькое, поэтому мы выберем что-нибудь. Например, мы выберем замечательную фотографию Лины Бессоновой. Это известный фотограф аналоговый, моя подруга, мы недавно были с ней в Стамбуле, и, конечно же, я не упустил возможность сфотографировать эту красивую девушку. На экране пленок, которые открываются по умолчанию после выбора фотографии, за среднюю панель мы можем тягать вверх-вниз и менять соотношение частей экрана. Мы можем сделать так, что фотография будет максимально крупна и сможем ее разглядеть, а можем сделать так, что будет максимальное количество пленочных профилей у нас располагаться на экране. Я люблю промежуточное значение, мне достаточно одной линейки профилей и достаточно крупно видеть фотографию. Я могу листать, профилей очень много, на текущий момент их больше, чем 60, по-моему, 63 на сегодняшний день. Конечно же, я уже с ними поработал, и, конечно же, я уже знаю какие-то свои любимые, то есть я уже выбрал свои любимые. Как вообще можно выбрать? Видите, они у меня отмечены сердечком, любимые профили. Это просто двойной тап по этой иконке. Либо добавляет, либо убирает из избранного профиля. Поэтому я сейчас выберу не все фильмы, а только фейворит, только мои любимые. Вот так мне будет проще выбрать. Я уже имею любимые профили, и мне среди них проще выбирать, чем среди 63. Поперелистываю, попереключаю разные профили. Вот, повыбираю, что мне нравится. И, наверное, в данном случае, мне больше всего нравится профиль Fujichrome CDU2. Это профиль в кросс-процессе, он появился недавно в Dehanser. Давайте посмотрим, что у нас тут с push-pool есть. Ну, наверное, особо ничего в данном случае push-pool мне не дает, поэтому я оставлю без push-pool, с нулевым значением. Вернуть вот ползунок в нулевое значение тоже легко двойной тап это делает. Посмотреть общее глобальное до-после можно, нажав на глазик, или же на длительный тап удерживая. Посмотреть воздействие конкретного выбранного инструмента, в данном случае film, внизу закладка выбрана, можно с помощью кнопочки on-off. Вот. Ну, допустим, я выбрал профиль, идем дальше. Важный момент. Я об этом рассказывал, когда говорил про обработку видео в OFX плагине для DaVinci Resolve, когда говорил про обработку фотографии в плагине для Adobe Photoshop и Adobe Lightroom. Очень важный момент. Если вы планируете использовать виньетку, ее лучше включить сразу, на первых этапах, потому что она влияет на общую экспозицию фотографии. Сейчас я пролистываю до последнего инструмента виньетка, я собираюсь его использовать и включаю этот инструмент. Без инструмента, с инструментом. Пожалуй, я уменьшу немножечко экспозицию виньетки, чтобы сделать фотографию более плотной по всему полю. И тем самым я еще к тому же выделяю главного героя моей фотографии, потому что я все вокруг слегка притемняю. Это очень эффектный способ. Виньетка в Дихантере работает изумительно. Она очень аналоговая. Как вы видите, никаких особых границ ее вы не наблюдаете. Это все достаточно продуманно и качественно. Можно изменить другие параметры виньетки. Я ничего менять не буду, меня все устраивает. Возвращаемся к началу цепочки нашей обработки. Пленку я выбрал. Дальше я могу черную и белую точку поставить. Но я не буду этого делать, поскольку на текущем этапе я хочу сначала разобраться с общей экспозицией яркостью, а потом уже с черными точками. Поэтому я иду в закладку Print. Наверное, я хочу использовать параметр Analog Range Limiter, который слегка приподнимет тени, и это будет полезно в данном случае, потому что у нас есть внизу в правом нижнем углу довольно темные объекты. Они, конечно, тростепенные, но тем не менее абсолютно черные там тоже не хочется точки. Что еще можно сделать? Наверное, надо повысить контраст чуть-чуть. С удовольствием я это сделаю. Давайте посмотрим до, после. Все уже как бы даже и ничего, кроме того, что хочется немножко посветлее. И вот в данном случае я попробую как раз-то сделать с помощью белой точки. Это будет более как бы правильно в данном случае. То есть у нас остается общая плотность за счет отрицательной экспозиции низкой, но за счет белой точки мы возвращаем контраст. Получается, картинка очень контрастная, ну, в меру контрастная, как я хочу контрастная она получается, и при этом не очень темная. Прекрасно. Сразу цвет, смотрите, какой стал, да, цвет воды сразу плотный, аналоговый. Отлично, идем дальше. Color Head. Color Head – это печать. Здесь мы можем при печати сдвинуть цвета, сделать более теплой картинку или более холодной. По трем параметрам, по трем светофильтрам и увеличителям. Но мне здесь ничего в плане баланса белого или там дополнительного окрашивания делать не хочется. Мне здесь все нравится, оставлю как есть. Идем дальше. Grain, конечно же, это важнейшая часть. Чтобы с ним разобраться, надо увеличить изображение. Вот на небе будет очень хорошо видно, что у нас происходит с зерном. Смотрите, съемка была в солнечную погоду, а зерно достаточно жесткое. Почему? Потому что это негативное зерно. Негативное зерно на негативной пленке, оно всегда более выражено. Мы можем выбрать позитивное зерно. Оно более мягкое, более такое деликатное, аккуратное до, после. Без зерна зерно. Мне оно больше нравится. Можно, наверное, чуть-чуть увеличить его, как бы поднавалить его значение. Но не сильно. С помощью и маунта. До, после глобальное и зерно. Вот такое зерно какое-то, оно более естественно получается для данного изображения. Для данного относительно условия съемки, для солнечной погоды. Давайте еще раз посмотрим зерно до, после. Да, все окей, все нравится. Идем дальше. Холейшин. Холейшин – это очень классный параметр. Он не только добавляет красных ореолов на резкие контуры, но еще и улучшает цвет кожи. Это прямо важнейшая составляющая. Тоже об этом рассказывал подробно. Сейчас немножечко об этом тоже упомяну. Значит, смотрите, у нас здесь есть много мелких, вот, как это, кружева, да, правильно сказать, много мелких элементов, на которых холейшин будет сказываться очень сильно. Давайте посмотрим до, после. Видите? То есть он прям заливает красно. Красные ореолы прям заливают наши вот эти вот темные пространства. Поэтому я, пожалуй, уменьшу размер локальной диффузии. Local Diffusion отвечает за величину контуров красных в локальных областях контраста. И вот здесь вот это более как бы реальное. Сейчас я подобрал значение. Можно немножечко увеличить Amplify, то есть силу воздействия. Давайте посмотрим до, после. Да, мне это больше нравится. И теперь посмотрим, что у нас происходит с кожей. Кожа стала лучше, она стала более естественной. Мы можем усилить этот эффект, добавив значение Global Diffusion. То есть в пределе это вообще будет красное, нам так сильно не надо. Но вот чуть-чуть как бы можно поднавалить. Вот, смотрите, в средних тонах тоже стала более аналоговая, более натуральная в плане цвета кожи. Глобальная до, после. Локальная до, после для Hallation. До, после. В целом нравится мне все. Наверное, наверное, наверное. Все-таки я хочу еще немножечко сделать посветлее. Я вернусь сейчас в раздел Print. И чуть-чуть добавлю экспозицию. Самую малость. Глобальная до, после. Да, мне так нравится больше. С Hallation мы разобрались. Ну, Bloom осталось добавить. Bloom – это рассеивание света в оптической системе. Значит, мы можем сразу его в большое значение выставить. Посмотреть до, после. Видите, мягкие становятся края, мягкие ореолы. Более такое аналоговое изображение, более пленочное. С помощью параметров Highlights и Source Limit мы можем настроить пределы влияния. И Details тоже. Диффьюжн определяет размер общий ореолов. И очень здорово, когда он достаточно большой, этот диффьюжн. Ну, в принципе, параметры по умолчанию подобраны так, что они достаточно мягко работают. Ну, может быть, переборчик, может быть, все-таки чуть поменьше надо. Да, мне так нравится больше. Ну, собственно говоря, наверное, все. Потому что винетку я уже выставил. Все параметры, которые я хотел, я задал. Ну, для общей экскурсии я покажу, что есть еще Source. То есть мы можем поменять температуру для источника, для исходника для нашего. Мы можем побороться с хроматическими аберрациями для нашего исходника. В данном случае это мне тоже не требуется. Ну, и еще есть кнопочка Presets. Она пока не работает. Мы не знаем, будем ли мы в первой версии давать сразу пресеты пользовательские и фабричные. Может быть, какие-то только одни дадим. Может быть, пока никаких не дадим. Но это интерфейсно обозначено, что в скором будущем у нас появятся в Dihanser пресеты. Ну, собственно говоря, делаем экспорт изображения. Я хочу сохранить его. Изображение сохранено. Вуаля. До. После. На этом обработка закончена. Моя дразнилка тоже закончена. Ждите. Скоро. И у вас тоже будет это счастье. Спасибо. До новых встреч. Не забудьте поставить лайк. Субтитры создавал DimaTorzok